127-й день войны. Окупанты продолжают безжалостно убивать мирных жителей Украины. И с каждым новым обстрелом все циничнее оправдывают свою жестокость. С начала этой недели Россия убила почти 100 мирных граждан Украины. Среди них и дети. Утром 29 июня жители Николаева проснулись от очередного взрыва. Российская ракета попала в жилую многоэтажку. Известно о пятерых раненых и четырех погибших. Взрыв был такой силы, что находят части тел на расстоянии от 100 до 200 метров от дома. Это не первый обстрел Николаева на этой неделе. В понедельник, 27 июня, расисты обстреляли город с урагана. Как сообщает военная комендатура обороны города, это был ураган. Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и возле остановки общественного транспорта. А утром 28-го войска Российской Федерации выпустили по Николаеву 8 ракет. Три из них удалось сбить. Ракеты попали в заброшенный городок расположения 79-й бригады ВСУ и на центральный стадион города. Новенькое поле мы сделали с обогревом. Ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 метров в ширину и 5 метров вглубь. К счастью, обошлось без погибших. Но вот прилеты по Очакову Николаевской области тем же утром, 28 июня, были с жертвами. Также по Очакову сегодня был прилет РСЗО. Там три погибших, шесть раненых. Погибла девочка, шесть лет, трехмесячный ребенок в коме. 28 июня обстреляли и соседнюю Днепропетровскую область. С Черного моря россияне выпустили по Днепру шесть ракет. Украинским защитникам удалось сбить четыре из них. Остальные ракеты разрушили железнодорожную инфраструктуру и попали в СТО. Российская пропаганда сейчас утверждает о том, что этот ракетный удар был ныне с импостанцией техобслуживания по той причине, что здесь ремонтировалась техника для ЗСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Это обычные гражданские автомобили. Впоследствии обстрела сервиса технического обслуживания погибли двое мирных жителей. Окупанты не прекращают наносить удары и по Харьковщине. 27 июня россияне опять обстреляли жилые кварталы Харькова. Окупанты попадали по дворам, улицам. Исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители. Враг сознательно терроризирует гражданское население. В результате атаки погибли 9 человек. И еще почти 30 получили ранения. Среди них пятеро детей. Я пришел с работы, вышел в магазин, хотел пройти через двор в магазин. И тут прилетела ракета. А ранним утром 27-го ракета оккупантов попала во двор школы. С начала войны Харьковская область остается одной из самых горячих точек. Окупационные войска регулярно обстреливают жилые кварталы в регионе. Обстрелы участились, они стали мощнее, жестче. Это напоминает первые дни войны. Россия – страна-террорист. Массовые убийства ни в чем не повинных людей продолжаются. Россия не четко понимают, куда они стреляют. В понедельник, 27 июня, в Лисичанске, Луганская область, из РСЗО «Ураган» расисты обстреляли толпу мирных жителей, когда они набирали воду. В результате, по меньшей мере, 8 человек погибли, более 20 человек получили ранения. Среди погибших подросток 15 лет. Ранения тяжелые, потому что обстрел проводился ураганом с кассетными боеприпасами внутри. Много ампутированных конечностей людей. Войска Российской Федерации продолжают уничтожать Лисичанск, применяя запрещенные боеприпасы. По словам главы ОВА, целенаправленно обстреляны три насосные станции. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города. Кроме того, расисты обстреляли территорию рынка, где могло быть скопление людей. К сожалению, Россия переходит к своей любимой практике введения войны. Они просто уничтожают все, они все обстреливают. 27 июня россияне совершили еще одно массовое убийство, обстреляв торговый центр в Кременчуге Полтавской области. В результате ракетного удара погибли около 20 мирных жителей. Десятки числятся пропавшими без вести. На данный момент могу сказать о жертвах, которые мы понимаем. Это 18 найденных, 7 фрагментов тел, 7 останков и 21 человек считается пропавшим без вести. В больницу обратились 59 человек. Перед объявлением воздушной тревоги в торговом центре было около 1000 человек. К счастью, многие успели выйти до взрыва, но внутри еще оставались работники и часть посетителей. В Украине случившееся называют актом терроризма и намеренной атакой на гражданский объект. Российская ракета ударила именно по этому объекту целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. В Кремле же обвинения, как всегда, цинично отрицают. Сначала в России заявили, что это новая украинская провокация в стиле Бучи. Вопиющая провокация режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июля удара по торговому центру в городе Кременчук. Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц. Ну и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены. А потом в Минобороны Российской Федерации таки признали, что обстреливали Кременчук. Но по версии российского военного ведомства, в результате удара по складу иностранных боеприпасов на Кременчукском заводе дорожных машин и последующей их детонации был поврежден нефункционирующий торговый центр. И вместе с откровенной ложью пытаются переложить ответственность на всех, кого только можно. А может быть, западная общественность поинтересуется у своих режимов, зачем поставлять и хранить оружие и боеприпасы непосредственной близости от торгового центра? Нет, такой вопрос в голову не приходил, правда же? Но, в кавычках, нефункционирующий торговый центр, вопреки утверждению Минобороны Российской Федерации, в действительности, конечно же, работал. А вот на местном заводе никаких боеприпасов не было. Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в торговый центр. Версию российского Минобороны о том, что пожар перекинулся на многолюдный торговый центр, опровергают видео с камер наблюдения, на которых четко видно взрывы от двух ракет. Первая попадает в торговый центр, а вторая – в заводской ангар. Украинское МВД сообщило, что удар был нанесен ракетами Х-22, которая несла более 900 килограмм взрывчатого вещества. Скинули их из бомбардировщиков Ту-22, взлетавших с аэродрома Шайковка в Калужской области. Правоохранители даже определили имена российских летчиков, совершивших запуск ракет. В Генпрокуратуре Украины уверены, что ракетный удар по ТЦ «Амстор» может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности. А лидеры стран «Большой семерки» заявили, что российский президент Владимир Путин и его приспешники будут привлечены к ответственности за ракетный удар по Кременчугу. Продолжение следует...